приветствую вас геймер это канал lex and play мы продолжаем играть мод кайсередакс за николая бухарина за российскую социалистическую республику и в прошлой серии мы во первых центральную азию захватили и начали войну с монголией но с монголией нас пока проблемы но что здесь должно построиться снабжение у нас тут стали начинаться проблемы надо что-то с этим делать а думаю мы разберемся с монголи же в этой серии потом пойдем возможно российскую империю на конечно же будем качать фокуса сейчас мы качаем армию тоже пока война идет массовый призыв взяли фактор военно-газонаселение будет расти это хорошо на ширина фронта минус 25 это тоже хорошо и вторая красная армия у нас еще будет это хорошо ну и реорганизация производства вооружение надо взять и так далее плюс добычу ресов закончить и быть в третьему интернационалу но понимаете в чем дело мы тогда не сможем выходить сюда ну ладно я читами возьму этот фокус ладно ничего страшно давайте возьмем стандартизацию производства экипировки это нам очень пригодится дадим тут план реформу жукова изменится на пехотное строение стоимость производства минус 10 процентов арта тоже минус 10 процентов дополнительно с чем минус 10 процентов вот так это прям шикарно надо это взять потом мы уже возьмем да сюда мы выйдем вторую красную армию тоже нам нужно обязательно взять и делишки но тут мы стоим пока обороняемся мы короче потеряли 62 тысячи монголия 163 тысячи потеряла ну и стоим ждем когда достроиться это довольно скоро должно уже произойти а вот и начинается второй вельткрик мир в огне опять нам надо будет короче подключаться уже к этим воинам потихоньку потихоньку надо подключаться ну швеции хорошо что пока не находится респакте ладно 3 интернационал пока воюет против германской империи начал но мы потом присоединимся это войне но чуть и позже подождем каких-то моментов разберемся с монголии разберемся с российской империи потом уже пойдем на германскую империю так ох ты вот этот ивент наконец перевели реконструкция белого кремля московский кремль находится самое сердце москвы это стадель из железа и бетона построены рюриковичами столетия назад который возвышается над московским горизонтом как внушительный и удивительный пример русской мощи этот неприступный комплекс в котором расположены дворцы соборы сады административные здания и многое другое надежно укрыт за великой кремлевской стеной охраняемой легендарными башнями которые придают ему уникальную форму среди других высотных зданий уходящих в небо нашей столицы до ужасов гражданской войны в россии кремль всегда был выкрашен в чистый яркий белый цвет символизирующий его чистоту и царственность как политического сердца нации однако по мере того как разгорались огни этого кровавого конфликта горела наш кремль который много раз подвергался отстрелам и осадам во время гражданской войны этот конфликт не только привел к появлению следов ожогов и гниения которые стерли эту нетронутую краску но и привели к тому что это не ремонтируют никогда не ремонтируют и перекрашивают поскольку крем является таким же политическим символом как военный или национальный и дебаты о том как его отремонтировать и не покрасить ли его снова белый цвет уже сопровождались идеологическими спорами связи с тем что наше государство отправилась rcv rcw и последующих за ним конфликтам как военные так и политические многие в нашем кабинете закричали что настало время вернуть этой великой крепости почетное место пока сейчас мы легко состоянии сделать это без экономических неудач из значительных политических отпоров используя средства недавно полученные результате нашей экономической реконструкции мы могли бы запустить проект реконструкции возрождение что вернуть кремлю его первоначально внушающее благовеянный трепет и великолепие с новым слоем краски ремонтом реставрации всего помещения кремля снова станет одной из самых безопасных и величественных корпостей на планете качестве альтернативы можем просто отремонтировать наименьшее количество сооружений и структурных повреждений чтобы восстановить полную функциональность кремля оставим благородный шрам войны заработали на нашу многовековую историю выживание войны независимо от нашего решения кремль навсегда останется бастионом и маяком российской исключительности так мы отремонтируем эту почет крем чтобы она существовала соответствую регалиям нашим нового государства это наш когда наши революции в острове шестую кремль не окраситься в такой же алый цвет как и наша земля так политвласть тут получим дать отремонтируем как мы будем считать нужным будет соответствовать реалиям нашего нового государства это возьмем политвласть получим почему бы и нет но тут скоро уже достроиться у нас снабжалка 12 октября или надеюсь сможем уже начать наступление что ментов у нас не хватает катастрофически да не приспак вступает но это ясно так что снабжение все она его нету но мы будем наступать дальше у нас другого варианта нет но наступление пошло хорошо мы начали давить хотя бы успешнее чем тогда тоже снабжение хоть какое-никакое она есть это главное лично мы тут их жестко пробиваем они скором времени должны сдаться осталось то взять ургу и несколько городов здесь дальше мы выходим вот еще реорганизацию производства вооружений возьмем но мы успешно пробиваем ургу это хорошо великолепно сейчас мы ее возьмем взяли ургу и они готовы на 80 процентов капу но тут еще конечно по наступать нам придется забрать тут паян тумэн город монголию столица у них хилин гол улетела нам придется сюда топать щель топать так свободные военные заводы давайте на рту поставим и нам нужны так мы прокачиваем доктрину будем прокачивать а я это взял надо было другое брать ну ладно уж туда план концентрированного огня возьмем так чем можем взять можем взять что тут на оружие пока что давайте оружейный завод дегтярева возьмем пока что в общем остался только хален хилен гол тогда они капнут баян туман потому что мы захватили так она не готова на 93 процента 265 тысяч они потеряли на 144 тысячи наконец-то война закончилась и мы тут заберем нужные нам регионы ну и монголию мы конечно освободим мы создадим лояльную монголию вот монгольское крестьянское государство здесь получается фронт и немножко по девушке с российской империи воевать уже три армии оставлю три армии они будут дальше тут наступать а жуков пока останется на кавказ пойдет разбираться с калмыками раз мы тут посмотрим как они будут с истощением дела так ну и доступный военный доктор им дать флот конечно качи качнем и военную тоже тактарино с хопутами вкачаем лично и нам надо себя настроить снабжением будет тут-то все как бы хорошо но хотя нет вроде с истощением тут нет проблем а нет вот здесь именно есть давайте здесь построим узелок снабжение так ну и вот здесь и давайте 3 у так сделаем их эти вот так вот сделаем построим так ну первое это вот этот значимого так все но сейчас снабжение построиться мы уже будем готовиться к войне с российской империи пехотка у нас восстановлена поэтому проблем быть не должно сейчас возьмем тут вы его становим военно-промышленный комплекс а потом уже пойдем пролетей интернационал вступать здесь я на снабжалку на дополнительное оснащение поставлю истощение оснащение поставлю так здесь эти нас есть проблемки но снабжение не прям ужасное так что даже если вот так вот сделать интерес в принципе не так то все и плохо но на самом деле я построил бы здесь один с снабжением вообще не было проблем все читами я взял фокус присоединиться к интернационалу вот этот вообще можно пропустить но я возьму чтобы как он есть типа потом мы пойдем уже на красных казаков а потом уже враг на востоке чтобы разбираться с российской империи я сяну возьму пока безопасно центральную азию она у нас немножко на тут чтобы дефицит немножко ушел небольшой и тогда мы уже начнем наступать просто немножко войска переделал вот так вот 19 на фронт конечно пока я не могу двадцатку сделать потом мы добавим тут пехотку хотя нет тут уже будет 21 но ладно хотя не 19 неплохо 18 же сейчас хорошо 18 поэтому немножко наш там снизилась немножко добав на эту ширину фронта по фокусу поэтому ничего страшно если она будет 19 вот нам надо будет видите образовать ссср чтобы тут надо будет захотеть киев минск вильну ригу грузию баку ереван владивосток мы на нас сегодня сделаем это владивосток возможно на кавказе тоже какие-то мы возьмем а вот это у нас уже и так под контролем нам надо будет разобраться с великим войском донским но это чуть позже сейчас калмыкии горцами а потом мы оставим на последок оставим все великое войско донское а давайте с маму надо будет нам договориться с манской империи вот чем дело ну ладно посмотрим решение на вступление в интернационал есть но я пока его брать не буду это будем готова тогда вступим хотя на кавказ можно не выходить оказывается я-то думал нужно ну давайте выйдем враг на востоке очень нужно со времен русско-японской войны истинным врагом россии была и всегда будет империя восходящего солнца очень богатые и населенные регионы китая также смогут очень хорошо нам послужить претензия на сахалин будет добавлено мы возьмем фокус восстань н.ра н.р. или народная республиканская армия дальневосточной республики это ополчение действующие в трансамуре мы можем попытаться дестабилизировать ситуацию на дальнем востоке попросив н.р. собрать свою армию пообещать им полную военную поддержку вот это интересно давайте возьмем ступолитки еще получим шикарно и стабильность тоже получим опа тут интересно решение мы можем сломать дороги трансамура давайте это сделаем и все-таки партизан возьмем через двадцать пять дней хотя можно это было потом взять давайте сейчас возьмем пофиг сейчас сделать наконец-то ну и пока возьму враг на западе что тут у финнов например карелию потребуйте они же социалисты но на всякий случай я с ними подписал пакт о ненападении и улучшу отношения чтобы они нам точно отдали территории а то могут и не отдать как там наши союзники но бельги они пробить не могут то что она в антанте показ стояла у нас есть швейцария немцы и тоже так легко не пробьют все в порядке в единственная проблема что социалистов убивают скорее всего они проиграют мы их спасти не сможем но ладно что поделать так можем тут создать дивизии верхнеудинский давайте сделаем почему бы и нет будем делать все что стабилизировать ситуацию в российской империи будем все делать для этого требование западной карелии вы столько давали финном на протяжении веков и как они нам возвращают свой долг они отбирают карелию ее надо вернуть так можем поражать решение вас стань нра тут конечно можно сдать что ждать 147 дней это все так долго поэтому давайте восстание нра произойдет событие российской советской литеративной соц республик финансирует вооруженное восстание против нашего правительства 28 дней давайте это сделаем мы возьмем возвращение имперских государств брестский мирный договор стал катастрофой для пролетариата проработив его режимами созданными только для немецкой эксплуатации должны исправить эту несправедливость вот не нравится что здесь вот не сразу решение война с респактом и так далее то есть она до его не дают можешь аккуратненько захватывать по одной стране и это хорошо мы например латвию так захватим захватить эстонию потому что они пока не в альянсе это нам очень поможет и укрепит мы надеюсь нам финны все-таки требования карелии давайте прожмем через 14 дней они должны нам дать ответ опа сообщение с дальнего востока дальневосточная республика просит объединение с нами на их лидер товарищ красна щеков желает остаться главы государства мы уважаем тех кто воевал против колчака наверно между нами и японии должна быть буферная зона нет смысле адмиралка были на топоганутые венцы что то есть они как бы но я я не хочу слушать мне такое не нравится смысле я хочу же национализировать это все а нет интеграция все-таки у нас есть нормально сейчас мы ее проведем еще страшно я уже испугался что нам все это не дадут мне все в порядке слава богу но так мы смогли спокойно переворот случить на ивент боганутый что типа убийство происходит колчака хотя там никакого колчака уже нет его убили давно и тут уже как бы был император убийство императора тогда должно было бы случиться странно все это передача карелии финская соц рабочая республика согласилась передать большую часть карелии момент на финансовую материальную компенсацию также за гарант независимости их оставшихся территорий конечно без проблем финны пусть она социалисты поэтому ваш ваш суверенитет останется независим так еще одна победа дипломатов россии так мы забрали вот это эту регион вот этот регион он этот был но и карелию нам отдали это шикарно великолепно мне нравится здесь происходит но и можно будет час тут убрать приказы и готовить приказ уже на другие территории дальневосточная республика удачная интеграция после завершения процесса интеграции дальневосточная республика формально вошла в состав нашей администрации а ее правительство прекратил свое существование прекрасно а дивизии у нас не был не появляется ну ладно понял ничего страшного так тут давайте на авиацию поставим здесь я не знаю что ставить надо что тут бронепоезд давайте бронепоезд поставим окей так ну тут нас штурмовичков самолетик так все таки поставить и не только штурмовичков но и морских бомберов не нам очень тоже пригодятся войне против фонтанты ну и можем на флот еще поставить дальневосточный допустим вот владивосток подлодки поставим делаться и у нас тут флот да есть тут нет флота ну ладно окей ну и начать развитие промышленности в иркутске мы можем ну и ивент но блин конечно почему до сих пор моменты такие сделаны какие-то багануты без картинки странно очень после многих лет раздробленности российская республика под руководством бухарина его народные соц партии присоединился земли своего соперника тем самым объединив разрозненный русский народ что что ступил на путь освобождения всех рабочих крестьян однако падение троцамура также означает и то что россия вновь может распространить свое влияние на дальний восток рабочие крестьяне соединяйтесь знаете товарищи что на знамени которое вы пронесете во время победного шествия коммунизма есть моя капля крови николай бухарин великолепно объединили дальний восток в этой серии там шикарно но мы еще подождем еще надо поиграем так сколько там по времени 21 минута мы еще сможем до поиграть поэтому все в порядке и надо бы сделать нам дивизии давайте просто пока пехотную я сделаю 24 штуки пополнить нашу армию группа армии точнее 24 дивизии надо сделать судьба тихоокеанского флота великий дальневосточный портовый город владивосток снова стал российским гавани находится много судов том числе большая часть старого флота трансамура а также те которые принадлежат частным улицам или компании некоторые из них могут быть приспособлены для военных целей один из них танкер который достаточно велик чтобы его можно было переборудовать базовый авианосец так мы захватим и переоборудуем все корабли в гавани конечно давайте это сделаем с японцами я делиться не буду но этот я не буду пока производить здесь надавать машинки а больше машинок произведем это у нас будет нехватка для снабжения и давайте давайте попробуем выйти в утверждение позиции в азии сахалин попробуем у японцев потребовать наше положение на востоке по отношению к японии недостаточно прочно чтобы вступать с ними войну хотя мы очень хотели бы освободить японских рабочих мы вынуждены вести переговоры о возвращении сахалина нашей законной земли ну и попробуем договориться с японии улучшить отношения хотя бы слава богу что они социал-консерватор это больше шанс что мы вернем так опа ну и появляется решение атаковать эстонию сейчас войска подойдут и латвии тоже будем атаковать конечно же обязательно наше промышленное развитие шагнуло вперед благодаря нашим усилиям по индустриализации нашей страны наш нынешний министр экономики должен править что темпы промышленного роста позволяет говорить о выводе нашей экономики на новый уровень и смотря на то что мы еще не можем вполне считаться западными странами по уровню развития нашей экономики ближайшем будущем мы обязательно подойдем к тому моменту когда нашу страну можно будет назвать промышленно развитой это действительно здорово великолепно наконец-то теперь мы не отсталая экономически экономичное государство успешно индустриализирующийся государств великолепно так коллапутеный тут будет ну и пять дней ждем и нападем на эстонию и и латвию 100 не конечно чем металл европы но слава богу пока не приспать и мы должны успеть нельзя больше медлить совсем нельзя у нас новый истребитель и 18 тем 2 но всем объявляем войну поехали погнали атаку сказать мощно атакует но мы должны их победить это шестония латвия балтийский последний рубеж фиговый альянс создали молодцы хорошо что не в респак ступили красавчики такие так но все мы тут их пушим атакуем довольно таки легко и непринужденно уже кривили выходим до социалисты итальянские все-таки капнули и 3 интернационал никак не отреагировал на итальянцев королевство италию никаким вообще образом тут прям easy валмиеру теперь давайте пробьем ревель наш пиар ну давайте возьмем вот и 100 не капнул уже легко а тут мы дарим там сахалин попробуем ну и давайте к вжд вопрос к вжд тоже может быть нам они отдадут его пока вот такая война идет лучшим даже немножко отношения так ну и давайте добиваем тут липают надо взять и это кап будет для латвии советские выборы конечно будем голосовать за народных социалистов в этом году проводятся выборы в советский союз будет создан съезд советов и избранного председателя есть несколько партий которые примут участие выборов за народных социалистов конечно могут голосовать ну и забираем эстонию латвию владивостокский договор теперь когда наши войска наконец во владивостоке и хабаровске а пресловутое государство трансамура исчезло нам лучше вести переговоры с могущественной японской империи вместо того чтобы втягивать нашу страну в войну однако у нас есть несколько вариантов первым подписать договоры нападение из японии и улучшить нашу торговлю это вероятно удовлетворит японское правительство на самом деле мы не получим от этого прибыли 2 попросить сахалин в обмен на договор торговлю 3 просить курильские острова вместе с сахалином однако японское правительство вряд ли согласится на такие условия мы можем проверить это только в том случае если отправим предложение ну конечно и сахалин курилы нам в принципе не сдались зачем они нам нужны от сахалин давайте вернем конечно и подпишем торговое соглашение пока что судьба латвии конечно реинтеграция 100 не то же самое будем делать смотрим отдадут нам ли сахалин мы должны отдать немножко сейчас пройдет времени судьба эстония тоже конечно реинтеграция японская империя отказывается подписать договор ладно сволочь хорошо сволочь не хочешь сахалин отдавать почему с тобой будем воевать окей потом нападем конечно неприятно я хотел как бы чтоб сахалин не отдали вот падла то какая ну ладно давайте отправим поддержку в гаминдан китай разделен как никогда но частью есть социалисты борющиеся за справедливость для китайских масс мы должны поддержать наших союзников из гаминдан есть такие вообще как бы особ то и нет по факту только вот это правительство ну ладно давайте но возьмем этот фокус пока что ну и попробуем потребовать вопрос к в ж д в ж д это китайская восточная железная дорога построена российской империи для соединения владивосток и 4 то железная дорога была частью нашей страны но после революции она была захвачена китаем нам пора вернуть железную дорогу и более того все земли прилегающие к ней севернее требуем контроль над железной дорогой посмотрим что они нам скажут скорее все они нам тоже откажут нет нет отдали слушай хорош хорош это прям шикарно у нас корки на это все есть поэтому мы это все национализируем нас даже чуть больше чем советский союз будет но тем интересней вы видите сахалин не получили зато получили часть манчжурии к бжд что прям великолепно плюс людей получили тер соединение дороги более лучше потом плацдарм против японской империи но это усиляет с другой стороны и сын потому что сын сможет возможно победить это хорошо потому что он конкурент японской империи японской империи я как помню воюет да воюет это хорошо это прям замечательно но попробуем еще на кавказ выйти сегодня и завершим на этом серии ну и выходим в красных казаков вот так вот утрачены после велика гадон кубанский союз революционное государство управляемое казачьими полководцами за их тиранией стоит контр-революционеры религиозные фундаменталисты самом краю теократической исламской империи на юге пока они остаются на свободе эти государства представляют активную угрозу нашей революции да берем конечно выходим сюда кого мы можем поддерживать из китайцев не тесно лео гаминдана но у нас пока нету его походу мы его не сможем поддержать но потом сами будем воевать сделка с дьяволом по мере того как наши танки ну в общем ладно это мы читали давайте попробуем что они нам горскую республику то отдадут попытаться стоит я думаю давайте это сделаем значение грузии но тут конечно грузия должна быть восстановлена в лоне матери россии вот так вот сделаем проживем вот такое решение то что это нам нужно необходимо чтобы советский союз создать статус батуми но тут ладно это они сто процентов откажутся поэтому давайте оставим этот криптом этот вопрос открытым на будущее не будем принципе злить османов пока что потому что они могут упрямо реально разозлиться и все уйдут с этих переговоров нам стоит попытаться чтобы опять-таки получить горскую республику потому что они же они являются марионеткой османов это плохо так они предлагают персидскую империю захватить но давайте согласимся с условиями допустим ну хорошо даже мы согласимся на буферное государство пускай будет хорошо буферное пока государство окей так проливы конечно нам это все нужно если требует неограничного прохода военных кораблей давайте так надавим немножко на османов что мы и так на все соглашались надавили только на грузию и все я даже согласен армению не трогать в другой раз давайте в другой раз нажмем блин конвенция это подписано это хорошо шикарно хотя тут пока его гарантии азербайджан не по а вот получил мы даже не поговорили с империей барак зай ну ладно это мы с ним разберемся вот именно не по мне понравилось что горская республика мы не смогли с ней договориться вот в чем проблема самое главное но мы подписали пакта не нападение мы в принципе право условия можем на горскую республику как-то и надавить с другой стороны вот у нас 24 дивизии появляются это хорошо точеков будет и мы его переделаем сейчас в наши вот эти пехотные дивизии хаупт армии пока нет ну давайте переделаем звездочки наши театр оснащение не будет их надо будет тренировать нам обязательно дать пока расширим сеть железных дорог статус калмыкии страна населенная буддистами астраханскими астраханскими так это записывается страна населенная буддистами астраханскими казаками когда-то была великим ханством но теперь она всего лишь пешка калмыкия недавно обрала независимость является непризнанным государством поэтому поэтому с ее сокрушением проблем не будет ну давайте предложим присоединиться к нам мирным давайте так сделаем сначала посмотрим что они нам ответят калмыкия подчиняется круто несмотря на их стремление к независимости у них у их в непризнанном государстве нет будущего не сделали правильный выбор с возвращением ребята упа вот так вот кавказ и уже всевеликое войско донское окруженное так ну попытаемся испытать судьбу так скажем и надавить всевеликое войско донское попробуем это сделать еще подведем войска и попытаемся я попытаюсь сохраниться и понадавить на них ну тут мы начнем засылку агитаторов потому что при без проведения плебисцита тут сто процентов даже к гадалке не ходи краснов не откажется от этого поэтому мы будем начинать засылку агитаторов конечно сюда а по успех по российского переворота в дон кубанском союзе русские кавказцы победили казачьи войска будущий дон кубани в наших руках кубань и вернется на родину великолепно так вот кубань мы вернули себе это прям шикарно мне понравилось давайте тут на рту немножко налягу заводиками ну и попробуем тогда подвести жукова попробуем что-нибудь провернуть с чеченцами с горской республикой чтобы они тоже нам как-то вступили или не вступили посмотрим хотя я даже подведу еще одну армию егорова пускай тоже на всякий случай подсобит если что так тут обучились можно дальше не обучать давайте подведем украине хотя не ник украине давайте подведем в беларуси сюда нарисуем ему приказ мы попробуем давайте сохраниться еще раз и попробовать с горской республикой решить как-то вопрос больше вступил в респак но это кстати к лучшему нас не будет такого узкого фронта в германии вот тут вот восточной пруссии это это даже хорошо замечательно великолепно слушая давай попробуем обсудить их статус с османами рода кавказских гор долгое время были нашими врагами прошло мы десятилетиями пытались покорить их мы знаем что эти народы больше всего поддерживают свободу нам будет трудно вести переговоры но тем не менее у нас есть несколько вариантов можем просто положить им автономию это я думаю что они все-таки откажутся давайте сохранимся я думаю они откажут нам поэтому давайте обсудим их статус с османы это наверно лучше договора не нападение с атаманской империи наш недавний успех на кавказе особенно причине грузии причинение кубани и остался без внимания стороны атаманской империи принц нихат прибыл в нашу столицу предложение подписать договоры не нападение между нашими странами нам тоже не помешает безопасность либо мы ну давайте блин я даже не знаю вас уже нет мы не заинтересованы я подписал но у нас пакта не нападение так то есть зачем нам подписывать два пакта и ничего не происходит ну да здравствуй бред понятно мы победили так ну нет ни короче тут бред не нравится придется все-таки не это брать все-таки предложим ему автономию и городская республика подчиняется горная республика согласилась вернуться состав родину с возвращением так вот бизнес мальчиков смогли разобраться спокойно так здесь будем действовать опять-таки на грузию тут подведем войска вам с грузии разобраться нам подчинение нужно так что азербайджан все-таки пока взять не можем но ладно разберемся хотя бы на решение есть давайте атаковать государству грузию нажмем решение грузинский вопрос теперь эта проблема с донку баню была разрешена нам нужно выбрать политику по отношению к независимым грузим можем попробовать вернуть под наш контроль грубой военной силы и воспользоваться помощью защищающих очагов пророссийского сопротивления все но при грозимом войной книжка вышла продон ушел их его как раз когда мы заняли дон весь но они конечно же отказываются жалко что расширение сети железных дорог приостановилась давайте добычу рез пока возьмем ну и что ж нас тут началось наступление здесь от хотя нет здесь мы тоже прерваемся неплохо очень даже неплохо давайте еще с одну арту поднажмем да и тут мы окружение делаем можно табелисе попробовать выйти там а тут в котелок взяли да я понимаю что они дружественные нам государство практически практически меньшевики практически но нам нужно чтобы советский союз восстанавливать почему не сможем ну и тут мы спокойно тифлис берем пробиваем дате флис наш капитуляция грузии происходит и забираем грузию полностью нам так все таки с азербайджаном еще раз попробуем не знаю получится или нет давайте вот так вот сделаем подведем войска чайкова все-таки с беларуси пока уберем на всякий случай поставим на фронт с манской империи нам это необходимо так ну ну тут на всякий случай на империю барак зай будет направлено мало ли они вступят к османам в союз тогда нам будет не очень хорошо войной можем флотик поставить тоже под лодки черноморский флот строить сможем а избрание нового председателя но пока бухарин закрепляет за свои за собой свою должность за нового конгресса пришло ну понятно тут ничего интересного голая бухарин все но пока что останется так нефтяные месторождения баку можем взять нефть концерн баку под свой контроль через него управлять правительством можем так попробовать развнестицы можем гарантировать независимость монеты ты не хочу можем кто пострал бакинской нефтепродаж и завода планируйте будем захват это получим цель будет можем прям ударить по ним можем давайте взять нефтяной концерт баку под свой контроль управлять правительством давайте так попробуем сделать попробовать верхний вариант через него по моему можно аннексировать полностью азербайджан азербайджанцы соглашаются азербайджан согласился на приобретение нам нами большей части акции нефтяной промышленности дает нам отличную возможность либо взять их правительство экономик под де-факто контроль и полностью вернуть страну давайте полностью вернем хотя стану с маринеткой ага инкорпорейт тут ну да давайте так потребуем его но не марионеткой стали хорошо о интеграция социалистической республики азербайджан великолепно шикарно просто идет все как по маслу мне очень нравится отлично кавказ полностью находится под нашим контролем ну и мы тут отдал я некоторой территории все-таки азербайджана османом но некрасивым из она их реинтегрировать не можем не особо такое не понравилось что здесь происходит так доступны так 3 ну дальше морскую докачиваем и так далее в общем товарищи будем заканчивать на этом серию я думаю мы в следующей серии будем готовиться в войне против респакта но наверное не нападать я думаю что стоит разобраться с империей барак зай из османской империи а потом 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 мы сможем уже пойти на респакт спокойно это нам очень нужен тут получить территории нефть у азербайджана азербайджана у ирана мы получим и вообще контроль над проливом и полностью у нас будет и армению себе вернем это тоже будет одна важная деталь на общем я спрошу вас так товарищи вы напишите пожалуйста в комментариях идти ли нам на османскую империю сейчас и на империю барак зай а потом двигаться на германскую пир хотя у меня есть даже план такой попытаться хотя тут а но мы так не пройдем да просто хотел дуна из кадра отеческий союз уничтожить в принципе не обязательно у нас тут белоградский договор такой существует мощный поэтому он сдерживает дуна из кадра отеческий союз так что дуна из кадра отеческий союз не такой уж и сильный его в принципе можно и тогда не захват с было австрия полностью тогда бы лучше было бы уничтожить австрию а потом идти на рейс пакт но пока так делать не будем пожалуйста напишите в комментариях стоит ли идти на станбульский пакт или сразу идти на рейс пакт но я считаю что самое логично это пойти с османской империи повороте пока она воюет против каира ирского договора и антанты еще греция воюет против османской империи да бою поэтому все в порядке но и афганистан тоже получить почему бы и нет но на этом я тогда с вами прощаюсь подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх пишите обязательно комментарии это помогает в продвижении видео и всем пока